Приветствую вас, друзья! Знаете вы это или нет, но я уверен, что у абсолютного большинства из вас есть проблемы с позвоночниками. Это могут быть какие-то острые новые травмы, это могут быть старые травмы, это может быть просто износ позвонков из-за тренировочного стажа. Но так или иначе, это, пожалуй, самая распространенная проблема железозависимых. В продолжении карантинного цикла о здоровье предлагаю вам выпуск о грыжах. И фишка этого материала заключается в лечении грыж без операций. Бытует мнение о том, что грыжи не уменьшаются в размерах, лечения не существует и можно только оперировать их. Так вот это не так. И сегодня вы станете немного более осведомленными об этой проблеме. Приятного просмотра! Наша система, наши подходы к лечению такой проблемы, как грыжа, они немножечко, как я считаю, устаревшие. Если мы говорим про свежую, острую грыжу, крупную, есть вероятность ее уменьшения без каких-либо оперативных вмешательств. И я хотел бы, чтобы люди об этом знали. И даже приходя к своему специалисту, спрашивали, знаете ли вы, допустим, о таком процессе, как спонтанная резорция грыжи. Все люди так или иначе, наверное, никто не поспорит, что сталкивались с проблемами боли в спине. Все слышали такие слова, как протрузия или грыжа. Первое, это может быть травма, то есть, когда человек, например, поднял что-то несоизмеримое своим возможностям. А второй момент, это может быть дегенеративные процессы, которые развиваются. Ну, есть несколько групп людей, подверженных этому. Это люди сидячих профессий, потому что диск питается, когда мы ходим. И люди чрезмерного физического труда, в том числе и атлеты, у которых идет чрезмерная нагрузка. Диск постоянно находится в компрессии. Из-за этого нарушаются обменные процессы, то есть, процесс питания диска. Он теряет свои свойства, и на каком-то этапе происходит его травматизация в виде протрузии или грыж. Чем отличается протрузия от грыжи? Это первое, размер. Второе, форма и структура. То есть, протрузия, это... Мне проще будет показать. Вот этот диск межпозвонковый выступает за пределы края позвонка. Диск это двухкомпонентная, скажем, структура, которая имеет фиброзное кольцо. Это то, что мы видим здесь вот, да? И внутри он вмещает... Вот это вот кольцо, да? Да. Вот это у нас идет фиброзное кольцо. И есть внутри пульпозное ядро. Это такая гелеобразная структура, ну, по большей степени, скажем так, состоящая из воды. За счет того, что вода имеет свойство не сжиматься, он амортизирует и стабилизирует два смежных позвонка. Давление до 10 и выше атмосфер. Агло. Для сравнения... Почему так маленький? Потому что идет большая осевая нагрузка на этот сегмент. Он маленький и он выдерживает, грубо говоря, все... Маленькая площадь. Он выдерживает вес всего нашего тела. Для примера, в машине мы накачиваем до 2 атмосфер, да? То есть, давление крайне высокое. Если же пульпозное ядро, внутренняя часть диска, начинает стремиться в это выпячивание, то есть, тоже выходит за пределы позвонка, то это уже называется грыжа. Почему выпячивания постоянно происходят кзади, да? То есть, именно в ту сторону, где находится позвоночный канал и где идут нервные корешки. У нас есть такие структуры, как связки. Передняя продольная связка и сзади вот видно обрезанная задняя продольная связка. Впереди здесь у нас идет связочка, которая плотно прилегает к позвоночнику. За счет того, что она очень плотно с ним спаяна, она не дает диску выбухать в эту сторону. А сзади, учитывая то, что здесь есть отростки, естественно, по законам физики, рвется там, где тонко, да? И, соответственно, есть у диска больше возможности выпячиваться сюда, нежели вперед. А здесь как раз и находятся все структуры, которые задействованы в этот процесс и дают нам основной болевой синдром. Это нервный корешок. Вот у нас идет позвоночный канал. Здесь идут спиной мозг, из него выходят нервные корешки. Это у нас идет фиброзное кольцо. Вот оно, когда нарушается, идет выпячение. Вот это задняя продольная связка. Вот мы видим, это уже показан процесс секвестрации, то есть разрыва фиброзного кольца. Вот, то есть выход, давление на корешок, он сам по себе начинает болеть и начинает отдавать по зоне иннервации. Этот нервный корешок, он иннервирует, то есть обеспечивает чувствительность и двигательную активность определенных сегментов. Если мы сделаем МРТ, вот просто возьмем с улицы, словим 10 человек и сделаем просто им МРТ позвоночника, грубо говоря, поясничного отдела. Если человеку 30 плюс лет, практически у каждого в 9 из 10 точно будет протрузия или даже грыжа. Мы не молодеем и, к сожалению, мы живем во время, когда все профессии в основном сидячие. Если мы говорим о категории спортсменов, приходит человек в зал или он уже тренируется, но особенно новичок. Там никогда не занимался, пришел ему там кто-то, ай, давай там с друзьями и все. Вот он присел, что-то там заболело, вроде бы как пока разогрет и на адреналине и так далее. Ну так вроде ничего, а с утра он не может сползти с кровати. Проблема в том, что когда человек испытывает боль в спине, он не спеша разобраться, что с ним происходит, он бежит сразу куда? На массаж, он бежит на, ну если болит не сильно, болит к мануальщику, к остеопату. Он не говорит, что пойди обследуйся и так далее, сделай МРТ, разберись. Он начинает, скажем так, делать ему эти манипуляции, которые могут только усугубить это состояние. Иногда может быть улучшение на какой-то короткий период, за счет того, что когда мануальный терапевт проработал суставчик, он немножко его раскрыл, появилось резервное пространство и может быть даже стать легче. Но глобально проблема как бы не решается. Если уже болит так, что с постели встать невозможно, человек идет, ну или вызывает скорую, где ему колят там опять-таки те же несероидные противовоспалительные средства, да, или колит ему блокаду с гормональными препаратами такими, дексаметазон или долгоиграющие препараты, такие как дипроспан и фластерон, и все, наверное, об этом слышат. Но это принципиально как бы противоречит всем законам, которые происходят во время резорбции, спонтанной резорбции грыжи. Спонтанная резорбция грыжи, то есть это уменьшение грыжевого выпячивания без операции и иногда даже без какого-либо лечения. То есть это процесс поглощения иммунными клетками, собственными, да, иммунной системой вот этого грыжевого выпячивания. Механизмы мы сейчас обсудим, да. То есть это самоизлечение, простыми словами. Но для того, чтобы это произошло, первое, самостоятельно не принимайте никаких препаратов, тем более, если это нестероидные противовоспалительные средства, гормональные противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды. То есть не занимайтесь самолечением медикаментозным, раз. Второй момент, не надо бежать и начинать что-то делать, какие-то зарядки, растяжки и так далее, да. То же самое вот как по аналогии у спортсмена. Если он потянул там связку или надорвал мышцу, он не идет и не начинает разорванную бицепс качать, да. То есть он ему дает покой. То есть идет какое-то лечение, восстановление, потом мы возвращаемся постепенно, плавно к привычным нагрузкам. Друзья, в общем, вы уже поняли, что для борьбы с протрузиями, с грыжами крайне важен иммунитет. Иммунитет также важен и для борьбы с разного рода вирусами, в том числе и коронавирусы. Ну, конечно, как единственный инструмент борьбы с вирусом воспринимать это несерьезно. Но, тем не менее, усиливать организм, усиливать свой иммунитет, это всегда важно. И я в любые времена года практически всегда пью какие-то добавки для иммунитета. Сейчас на этом этапе я пью B12 витамин, я пью просто мультивитаминный комплекс Альфа-Мен, само собой все от MyProtein и коэнзим Q10. Кому интересно, помимо этих добавок, вы можете для иммунитета пить большую дозу витамина С, вы можете пить витамин Е, вы можете пить цинк. Все эти добавки есть на сайте MyProtein и ссылка на этот сайт, как всегда, в описании под этим видео. А мой промокод SFA задаст дополнительную скидку от 37 до 42%. MyProtein, а мы возвращаемся к выпуску. Кому нужно пойти? На самом деле, специалист, который занимается непосредственно позвоночником, это вертебролах. Это по факту либо ортопед-травматолог, либо невропатолог. Но тут не так важно, как называется специалист, как важно, чтобы он понимал процессы, которые происходят с этой грыжей. И понимал, как ее можно лечить. Потому что нейрохирург, он смотрит на проблему часто с точки зрения хирургии. То есть, я вижу проблему, я ее устраняю хирургическим путем, тем, чем я занимаюсь, по сути. А невропатолог у нас так часто происходит, что он залечивает эту проблему медикаментами. И часто не теми медикаментами, которые могут, скажем так, помочь в процессе уменьшения грыж. То есть, зачастую это те медикаменты, которые, наоборот, ее хронизируют и не дают ей уменьшиться. Врач – это тот человек, который должен ответить на ваши вопросы. То есть, не надо стесняться ему задать их. Наверное, правильно сказать, не бояться показаться, что ты умничаешь. То есть, нет, задавайте все вопросы, которые вас беспокоят. Если доктор говорит, что, допустим, ой, не надо мне рассказывать анекдот, или, например, все это ерунда, значит, вы задумаетесь. Всегда есть альтернативное мнение. То есть, можно пойти, поспрашивать еще куда-то. Да, понятно, что в остром состоянии сложно это сделать. Но, поверьте, это того стоит. Это наш реабилитационный зал. Это финские и немецкие тренажеры, называются «ДАВИД». То есть, это тренажеры, которые специально разработаны для работы с глубокими мышцами спины, с теми мышцами, которые поддерживают позвоночный столб. Значит, заносятся в тренажер, в компьютер данные человека рост, вес, возраст. И человек делает движения на амплитуду, на подвижность в тренажере. То есть, каждый сегмент, да, там, например, здесь, здесь, все вот эти движения. На, ну, и в грудном отделе, в поясничном. И на силу, с сопротивлением тренажеру. Да, то есть, например, там, делаем поворот с сопротивлением, то есть, давлением. И создается программа. И мы стараемся делать так, чтобы укрепить эти мышцы глубокие и устранить мышечные дисбалансы. Когда пациент приходит, мы измеряем настройки. Настройки подбираем. Сейчас я вам покажу приблизительно. Настройка подбирается по опоре стоп, по сидению, вот, и также по накладке. Вот. После этого, когда мы подобрали настройки, мы садим пациента, фиксируем. Должна была полная фиксация. Настройки мы вносим в базу данных. В базе данных настройки соблюдается. И когда пациент занимается, его приходят на следующее занятие, у него уже настройки здесь введены. Почему плавание, я говорю, что не подходит, да, в плане реабилитации после грыжи или в плане лечения грыжи? Если мы говорим про, например, кроль, когда идет движение, человек делает, и у него идет в пояснице скрутка, да, когда он выбрасывает руку, у него идет скруточка в пояснице. А диск очень хорошо выдерживает нагрузку на сжатие, но очень не любит нагрузку на скрутку. Особенно вращение. Вращение, да, под нагрузкой особенно. Ну, в воде там нагрузки нету, но тем не менее, если он уже поврежден, значит, он этого не любит, он будет, это воспаление, оно будет просто поддерживаться, будет хроническое постоянно повреждение, поддерживаться воспалительный процесс, и, соответственно, мы не даем просто зажить этому месту. И приходит просто в хроническую грыжу. Если, допустим, мы говорим про резорпцию, про уменьшение грыжи без операции, назначаются другие препараты, не те, которые угнетают воспаление, а те, которые просто купируют болевой синдром. Я назову просто габолины, прегаболины, то есть группу препаратов, да. В смысле, в том, простым языком, нужно позволить воспалительному процессу... Произойти, позволить воспалению пройти все фазы. То есть там есть фазы, там, альтерации, эксудации, пролиферации, да. И тут есть такой парадокс. То есть чем больше грыжа, тем больше шансов у нее уменьшится. Значит, и когда это выпячивание появляется в позвоночном канале, то есть организм воспринимает это как что-то неестественное и ненормальное. То есть в позвоночном канале появляется какая-то структура, которая там не должна быть. Начинается процесс воспаления. То есть в это место стекаются клетки определенные. То есть появляются цитокины провоспалительные. То есть когда мы говорим про воспаление, выделяются определенные вещества, которые разгоняют каскад определенных биохимических процессов. Для того, чтобы доставить клетки иммунной системы внутрь вот этого выпячивания, то есть в это выпячивание начинает прорастать сосуды. То есть сам по себе диск это аваскулярная структура. То есть в нем нет сосудов. Начинается такой процесс неоваскулиризация. То есть это прорастание новых свежих сосудов. В это выпячивание с помощью вот этих новообразованных сосудов проникают клетки иммунной системы. Макрофаги, лимфоциты, то есть не будем углубляться. Эти клетки иммунной системы, они опять-таки распознают это выпячивание как инородное тело. И начинают его поглощать. То есть там выделяются еще лизосомальные ферменты. То есть это ферменты, которые, скажем так, расщепляют структуру. А макрофаги это клеточки такие, которые ее кушают. То есть и вот они потихоньку начинают это выпячивание, это инородное, скажем, тело для организма потихоньку съедать. Я иногда бывает такое, что когда приходит пациент, вот он, я вижу, что не совсем доверяет, потому что я говорю. Я ему говорю так, дайте мне 3 месяца, ну и себе, и мне. Мы начнем с вами работать. Если через 3 месяца, то есть у вас будет болеть, то вы, ну как бы, принимаете решение дальше. Ну, естественно, я буду в процессе контролировать, нет ли ухудшения состояния. То есть проверять, как контролирует человек, там, допустим, стопу, нет ли пореза. Уточнять у него, нет ли нарушения каких-то расстройств со стороны тазовых органов. То есть недержание мочи или задержка мочи, например, такие вещи. Проверять рефлексы, мы это все будем. Если я вижу, что есть ухудшение, такое тоже возможно. Я сам отправляю, я говорю, я вам сам скажу, что я не буду там долбиться в ту стену, которую нельзя пробить. Значит, какие методы используются? Первое, то, что мы сказали, медикаментозная терапия. Для этого назначаются препараты на поддержку корешка, то есть это определенные группы препаратов. Которые, препараты, которые купируют болевой синдром, сосудистые, которые улучшают кровообращение в этой зоне, да. И которые защищают опять-таки мелиновую оболочку, по которой проходит нервный импульс от разрушения в условиях компрессии. Ну, то есть это определенные препараты, доктор это знает, который этим занимается. То есть медикаментозная раз. Потом на определенных этапах назначается физиотерапия. Есть там лазер, есть современные там мощные лазеры. Может использоваться иглорефлексотерапия, да, то есть методы, которые стимулируют местный ответ. Это может быть тоже высокоиндуктивный магнит, СИЗ, тоже там сейчас современные технологии. Массаж может быть только там по окончанию болевого синдрома, не раньше, чем через 3 месяца после того, как случилось обострение. То есть только потом может быть массаж на поздних этапах уже восстановления. И есть ударно-волновая терапия, да, это тоже такой аппарат, стучит как отбойный молоточек, да. Это, ну, сейчас говорится о том, что ударно-волновая это один только метод, который способствует неоваскулиризации, то есть образованию новых сосудов, да, свежих сосудов. Может использоваться вот PRP-терапия, которую вы уже слышали, да, когда коленом занимались. Плазма, обогащенная тромбоцитами, да, которая берется в собственную кровь, центрифугируется, выделяются определенные клетки, определенные фракции и вводится. То есть она стимулирует вот этот иммунный ответ. Иногда даже бывает такое, что если он где-то застрял на каком-то этапе, его можно перезапустить с помощью этого метода. Медикаментозно, физиотерапия, правильно, иглорефлексотерапия, PRP-терапия, да, на поздних этапах это может быть массаж и потом уже реабилитация. То есть это упражнения, но они должны быть ступенчатые. То есть начиная с статических упражнений, да, с исключением из работы, там, допустим, поясницы, если мы говорим про поясницу. Потом постепенно статодинамика, потом уже потихоньку включаем более сложные упражнения. И потом потихоньку мы выходим в течение, там, скажем, полугода, мы выходим на свои привычные параметры, да, на свой привычный режим, свою обычную жизнедеятельность. Весь процесс, скажем так, лечения грыжи, он может занять от полугода до года. Полгода выпадает. Но если человека прооперируют, то тоже есть этап реабилитации. То есть это не так, что вас прооперировали и вам завтра можно идти в зал и опять заниматься. Нет, вам запретят два месяца сидеть, да, вам тоже надо будет пройти определенные этапы реабилитации. Но вы уже будете прооперированы, то есть это вмешательство, которое имеет определенные риски, да, это рубцы, которые остаются после вмешательства. В любом случае, кого ни спроси, вряд ли кто-то захочет, чтобы его оперировали. Есть методы вытяжения позвоночника, да, но я вот не, скажем, не любитель этих методов. Почему? Ну, в конкретном случае, если мы говорим про протрузию и грыжи, что происходит, если идет растяжение? То есть мы растянули позвоночник. Понятно, по законам физики, допустим, если есть выпячение, на него немножко втянулось, да, негативное давление, и чуть-чуть происходит втягивание, да, вот этого выпячивания. Но, по сути, это такой одномоментный какой-то процесс, то есть вы это сделали, но потом спрыгнули, походили, поприседали со штангой, и, естественно, ну, ничего не способствует тому, чтобы удерживать это выпячивание, да. То есть это не решение проблем. Но, с другой стороны, если там есть какая-то проблема, особенно если она, она может быть скрытая, да, то есть может быть серьезная грыжа, но которая явно выраженно не болит пока, и если мы начнем там что-то тягать, крутить и так далее, растягивать, то мы можем ее только спровоцировать. И она проявит себя в полной мере. Обязательно сделать МРТ 100% и посмотреть, в каком состоянии находится позвоночник. Всем желаю здоровья. Помните, что здоровая спина – это, конечно же, занятие, но они должны быть своевременные и правильные. Все следите за каналом Спортфаза. Здесь не только спорт, но и полезная информация. Всем добро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова